В Сыктывкаре взяли под стражу женщину, сына которой на прошлой неделе в сугробе нашел случайный прохожий. Она рассказала, что решила раз и навсегда избавиться от трехмесячного Артема. И пояснила почему. Кадры первого допроса в сюжете Алексея Синько. У меня был нервный срыв, и хотелось отомстить мужу. Вот поэтому я так поступила. 26-летняя Оксана Рубец решила отомстить мужу, убив собственного трехмесячного сына Артема. Девушка вынесла малыша на улицу и оставила в сугробе в гаражном кооперативе. Вы понимали, какие последствия могли в дальнейшем произойти с ребенком? Ну да, тут собака рядом бегала. Я думала, может, мало ли, еще и накинуться. Думаю, ну, пускай. Но ребенку повезло. Буквально через несколько минут Грудничка обнаружил прохожий. Вызвал полицию и скорую. Я подошел, открыл, фотою, ребенок маленький. Раз, сразу его под руки и сразу в контору занес сюда. Врачи говорят, еще 15 минут на морозе, и ребенок бы погиб. Полицейские тем временем начали поиски того, кто выбросил малыша. То есть он так дает, когда он зеркал? Да, обозначил, что сюда заходили. Ни поиски с собакой, ни опрос местных жителей никаких результатов не дали. Зато трехмесячного Артема сразу узнали врачи отделения новорожденных детской больницы. Оксану Рубец взяли под стражу. Вину в предельном обвинении она признала полностью. То есть, однако в саде нам какого-либо раскаяния не видно. То есть она, так скажем, с определенной ухмылкой относится к данному обстоятельству. Во время проверки показаний Оксана пояснила, что она рассталась с мужем. Старший сын остался с отцом, младший с матерью. Но скоро малыш стал для девушки обузой. Причины вообще избавиться от ребенка я не вижу. Да и так делать, это, на мой взгляд, это вообще бесшеловечно. Сейчас Максим Микушев готовит документы, чтобы забрать младшего сына себе. Оксане Рубец за попытку убийства малолетнего грозит пожизненное заключение. Просто захотелось, чтобы он как... Помучить захотелось своего ребенка. Своего ребенка. Алексей Синько, Алексей Красиков. Место происшествия. Редактор субтитров А.Семкин